Первый раз живьем я увидел этот автомобиль еще в детстве, в уже далекой первой половине 2000-х годов. Что такая модель Volkswagen существует, я знал и раньше, но первое впечатление о машине просто не стереть из моей памяти. Я сразу же почувствовал настоящую породу в этом ярко-красном низком приземистом хатчбеке на стильных дисках BBS. В голове же почему-то промелькнула мысль о внешнем сходстве с моей любимой на то время Ferrari Tistorosa. Проезжающая машина настолько эффектно смотрелась, что я провожал ее взглядом еще долго. Сейчас же, по прошествии стольких лет, я бы безоговорочно включил бы этот автомобиль в топ-5 самых красивых машин, по моему мнению. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня у меня на обзоре легендарный Volkswagen Carado. В пользе регистраторов уже мало кто сомневается. Но многие водители, которые потратились на автомобильную камеру, используют свои регистраторы неправильно. И это все равно, что выкинуть деньги на ветер. Вывод, например, знаете, какая должна быть карта памяти, чтобы видео записывалось без зависаний? В курсе, как правильно прицелит регистратор, чтобы поймать идеальный баланс белого? Умеете настраивать съемку, чтобы в кадре точно все было видно? Ответы на эти вопросы и еще много полезной информации в самом подробном в интернете ликбезе по использованию регистраторов от признанного эксперта по автомобильным электронным гаджетам Александра Шуба. Ссылка в описании. У большинства людей сейчас, и тем более в 70-е годы, марка Volkswagen в первую очередь ассоциировалась с практичными седанами, универсалами и хатчбэками для народа. Оно и понятно. Такие автомобили составляют львиную долю продаж марки. И в бесчисленных количествах колесят по дорогам мира. Однако еще с начала 70-х компания пыталась немного разбавить свой модельный ряд спортивными моделями и модификацией. Вспоминаем хотя бы совместную разработку с Porsche, стильную модель 914, легендарный GTI первого поколения, мало кому известную модель SP2, разработанную дочерней компанией Volkswagen в Бразилии, и, конечно же, Sirocco в двух поколениях. Последнее авто имело неплохую концепцию. На платформе тогдашнего Гольфа инженеры построили воспринимающийся абсолютно обособленный хатчбэк с довольно яркой спортивной внешностью. Во втором его поколении наиболее продвинутая модификация могла похвастаться довольно мощным 139-сильным мотором с индексом КР. Вкупе с пятиступенчатой механической КПП машина могла преодолеть рубеж 100 км в час менее чем за 9 секунд и разогнаться на шоссе до серьезных 208 км в час. К сожалению, к середине 80-х дизайн модели начинал устаревать, да и конкуренты тоже не дремали и готовились к выпуску новых моделей. Именно поэтому руководство марки приняло решение о создании нового, уже третьего по счету поколения спортивного хатчбэка. Но мы ведь уже знаем, что такового вовсе не было. Оказывается, первоначально автомобиль, названный впоследствии Carado, компания хотела преподнести покупателям как третье поколение Sirocco. Однако по какой-то причине срок жизни модели Sirocco второго поколения решили продлить, а новинки присвоить новое красноречивое имя Carado, тем самым как бы намекнуть будущим покупателям о появлении нового спортивного флагмана Volkswagen. В общем, миру был нужен новый спортивный хатчбэк и желательно более эффектный. С этой задачей блестяще справился уже опытный на то время дизайнер Херберт Шафер. Досконально разбирать достоинства внешности машины я не буду. За меня это сделало время. Даже в 2016 году экстерьер Carado вызывает бурю, если не шквал эмоций. Что уж говорить о том, какие чувства вызывал автомобиль 21 августа 1988 года, когда первые экземпляры были собраны на заводе компании Carman. На первых жизненных парах на выбор покупателя предлагалось две модификации. Базовая оснащалась 4-цилиндровым 16-клапанным мотором KR, который был взят у топового Sirocco и Golf GTI. Отдача сего агрегата достигала 139 лошадиных сил, а вот механический впрыск KG-Tronic был на то время уже довольно архаичным. С таким силовым агрегатом и механической 5-ступенчатой КПП хэтчбэк массой 1 тонну 90 кг мог довольно легко разменять первую сотню за 9,1 секунды и разогнаться до 212 км в час. К примеру, это уровень тогдашнего Porsche 944 с автоматической КПП или Mercedes 190E со 160-сильным мотором 2.6. Вроде бы неплохо, но все эти характеристики не дотягивали до уровня топового спортивного хэтчбэка марки. Именно для этого и была выпущена вторая модификация Carado G60. Мотор, находившийся под ее капотом, был куда интереснее КР, несмотря даже на простую по тем временам систему газораспределения с двумя клапанами на цилиндр. Новый силовой агрегат при скромном объеме в 1,8 литра выдавал впечатляющую мощность 160 лошадиных сил и приличный крутящий момент в 225 ньютон-метров при 3800 оборотах в минуту. Отгадка хороших характеристик крылась в применении спирального компрессора, принцип работы которого вы сейчас можете наблюдать. Эта деталь значительно повышала отдачу мотора, по некоторым данным аж на 80%. Другой интересной особенностью двигателя было наличие новой системы управления мотором Digifant, которая объединяла в себе системы управления впрыском топлива и управления углом опережения зажигания. Управляла этими системами электроника на основе показаний многочисленных датчиков, ввиду чего осуществлялся более точный контроль качества топливно-воздушной смеси в сравнении с устаревшим Каджитроник. Охлаждался сжатый воздух посредством интеркулера типа воздух-воздух. С таким мотором и механической пятиступенчатой КПП Карада можно было действительно считать скоростным флагманом Volkswagen. По заводским данным 1988 года разгон с 0 до 97 км в час занимал 7,5 секунды, а на длинном прямике 1115-килограммовый хэтчбэк умудрялся разгоняться аж до 225 км в час. Характеристики, конечно, не из мира суперкаров тех лет, но практически дотягивают до уровня топовых моделей великой немецкой тройки. Довольно высокий порог максимальной скорости был достигнут за счет весьма продуманной аэродинамики кузова. К примеру, коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,32 был одним из лучших среди хэтчбэков тех лет. В довесок ко всему, многие люди, тестировавшие машину, отмечали хорошую стабильность автомобиля на высоких скоростях. Во многом достигнуто это было за счет выдвижного автоматического антикрыла, которое активировалось на скорости в 120 км в час на европейских версиях и на 72 км в час в версии для Америки. Даже сейчас, в 2016 году, такие технические штучки весьма впечатляют. Однако несколько огорчает тот факт, что Volkswagen немного приврал с динамическими характеристиками своего детища. Ведь по результатам тестов машина разгонялась до 97 км в час не быстрее, чем через 8 секунд. Это лучший результат, что я встречал в старых тестах. Даже этот неприятный момент не сильно отразился на репутации автомобиля. Журналисты, тестировавшие Carado, с диким восторгом говорили об управляемости машины. Кто-то даже утверждал, что перед нами самый лучший по управляемости переднеприводный автомобиль. Рецепт этого оказался до неприличия простым. Передняя независимая подвеска McPherson от Golf 2 и задняя балка от Passat третьего поколения. Интерьер же Carado, на мой взгляд, все же не соответствовал такой яркой и экспрессивной внешности. Но все же, безусловно, спортивные нотки в нем присутствуют. Передняя панель по дизайну очень сильно перекликала стыковой у Passat третьей генерации. Однако все-таки была оригинальной. В спортивности добавляли кресла Vaxport с развитыми боковыми поддержками в трех вариантах обивки. А также опциональные кресла Ricara с еще более выраженным спортивным стилем и опять же тремя вариантами обивки. Да и само стандартное оснащение и качество материалов как бы намекало о том, что Carado не простой скромный хатчбэк, а действительно технологичный топовый спортивный авто марки. В 1992 модельном году происходит первый этап модернизации автомобиля. В результате чего капот изменил свою форму, а передние колесные арки стали шире. Едва заметно изменилась передняя оптика и более заметно противотуманные фонари. Другие доработки коснулись решетки радиатора и применению нового 70-литрового бака вместо 55-литрового. Кроме того, была немного изменена конструкция передних дворников, а молдинги на дверях стали более узкими. Тот же 1992 модельный год приносит несколько новых модификаций. Одна из них имеет буквенный код ABV. Под ее капотом поселяется новейший мотор VR6, который сразу же забирает титул самого мощного мотора Volkswagen UG60. Новинка имела очень интересные конструктивные особенности. В частности, это была смесь рядного и V-образного моторов. Шесть цилиндров располагались V-образно, под очень малым углом в 15 градусов. Плюс на схеме также виден их шахматный порядок расположения. В результате получился очень компактный мотор, который имел намного меньшую ширину, чем традиционный V-образник. И заметно меньшую длину, нежели традиционный рядный мотор. При этом, в отличие от V6, VR6 имел одну головку блока. При объеме в 2,9 литра 12-клапанный мотор с индексом ABV выдавал довольно приличную мощность в 190 лошадиных сил. Это была европейская версия мотора, а американская же имела более скромный объем в 2,8 литра и мощность в 174 лошадиных силы. Вот с этим-то мотором потенциал карата действительно раскрылся в полной мере. С пятиступенчатой механикой потяжелевший хэтч стал пулять намного более уверенно. Разгон с нуля до 100 км в час по паспорту стал составлять 6,9 секунды, а до 60 миль или 97 км в час – 6,4 секунды. А результаты тестов показывали, что такой карата способен преодолеть четверть мили с места за 14,9 секунды. Вполне приемлемые данные, особенно если учесть, что ценник на детище от Volkswagen был сопоставим с таковым на купе BMW 325i. При всем этом в сравнительном тесте BMW имела заметно худший разгон с нуля до 60 миль в час за 7,2 секунды. К тому же удивительно, но карата получил аж 5 звезд за управляемость, а BMW всего лишь 4. Причем самое интересное, что версия с VR6, несмотря на более тяжелый передок, управлялась еще лучше своих четырехцилиндровых собратьев. Достигнуто это было за счет измененных характеристик стоек, а также за счет слегка измененного угла кастера. В том же 92 модельном году на свет появляется новая модификация с мотором 9А, который постепенно заменяет КР. Новая силовая установка имела двухлитровый объем, 16-клапанную головку блока и более современную на то время систему впрыска КЕ Матроник. А уже в 1993 модельном году наступает второй этап рестайлинга, затронувший салон. Изменился дизайн центральной консоли, дверных карт, руля, подрулевых переключателей, а также многочисленных кнопок. Появилась новая приборная панель, а также сидения Vaxport стали оснащаться пластиковым кожухом. И наконец в 1993 году, но уже не в модельном, в серию пошла новая доступная модификация с простеньким двухлитровым 8-клапанным 115-сильным агрегатом. К середине 90-х и без того не впечатляющие продажи Карада стали падать. И уже в 1995 году было принято решение о прекращении производства модели. В период с 21 августа 1988 по 31 июля 1995 года было выпущено 97 521 экземпляр Карада. Ну а если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте подписаться на мой инстаграм, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok